Ну, теперь смотрим видео Яна Топлеса. Я, вы верующий, Топлес. Эта история с коронавирусом, которая сейчас происходит, завязана по тому, чтобы вакцинировать людей, чипировать людей. Также готовится связь 5G, про которую я тоже слышала, читала недавно. Эта связь, она какая-то будет, у нее более короткие волны будут, как микроволны, да, как микроволновые волны, но она будет иметь другой эффект, то есть тоже как контроль над людьми и неизвестно, какую вакцину, что там ведут вместе с этой вакциной, вместе с этим чипом людям, но факт в том, что через вот эту связь 5G можно будет вообще контролировать. Вчера смотрели. Все ясно. Следующего видео, кстати, нет. После этого видео там пустота. Сеть 5G развернули в Италии и в Ухане. От излучения стали гибнуть птицы. Не Ветт попадает в чарты, а коронавирус разносит всю планету и первых бьет итальянцев и китайцев. Ну вот это было. Кто за всем этим стоит? Правильно, Билл Гейтс. Именно он пытается... Бля, я не знаю, что такое Бейс Дугина. Так-с. ...вакцину с цифровыми паспортами и отслеживать передвижение. Да, мы ВК-то смотрели, но раз заказали за... 20 минут 20, короче, 20-30. Че? 20 минут, 25 минут, 20... 23 минуты, короче, смотрим. Сели третьих стран не получают вакцину и умирают. Такой план, чтобы на земле остался всего один миллиард. Человек. Да. Золотой миллиард, вот он. Чтобы жители бедных стран не выкачивали деньги у богатых. Слушайте, все сходится? Как дважды два. Какой я был дурак. Смотрите сами. В 1916 году распространилось радио, а в 18-м произошла первая эпидемия испанского гриппа, которая стерла... За это заплатили, ребят, поэтому скипайте сами. В 2003-м появилась 3G и сразу же атипичная пневмония. В 2009-м 4G и эпидемия свиного гриппа. Ну и наконец сейчас... Ну окей, понятно, здесь неправомерная корреляция была. Ну окей. Спасибо за то, что объясняешь. Это не всем понятно, наверное. Эти 5G и как раз прямо сейчас превращают легкие в труху. Что-то в самих радиоволнах заставляет оболочка наших клеток резонировать и пропускать вирусы. Да. Или нет. Мы же совсем забыли про азиатский грипп в 57-м, про гонконгский грипп в 60-м, про появление 1G в 80-м и про появление 2G в 91-м. Сколько стоит... Да да столько же у меня все вебинары стоят одинаково, ребят. Платите мне 2000 за час и все будет топ. Будет охуенная лекция по многим темам. Да? А как же... Если очень сильно захотите, даже по ядерной физике сделаю лекцию за 2 часа. Правда, я здесь не специалист и сами пеняйте, за что вы платите деньги, но... Их я могу связать вообще с чем угодно. Например, с выходом новых альбомов в Металлике. В 2003 году выходит альбом Сент Энга, провоцирует вспышку атипичной пневмонии. В 2009-м Деф Магнетик запускает свиной грипп под трек The End of the Lane. А в 2019-м под звук нового Helping Heads идет по планете... Спасибо, Василий, приветствую. Очень рад, что вас зовут, Саша. Видите? Все сходится. А правительство скрывает от нас это, потому что хочет нами управлять. Вы наверняка сейчас думаете, господи, что за дураки в это верят? Но не спешите с выводами. К концу выпуска вы и сами можете поверить во что-то конспирологическое... Могу пригласить Александру Перепечу, но она послушает, короче, мой вебинар в прямом эфире и прокомментирует еще. Как хотите. Хотите так, могу так. А может, и уже верите. Но для начала, не хотите ли поговорить о Боге? Сейчас вы узнаете, что общего у верующих с коммунистами, радикальными феминистками и рэперами. Какие кристаллы помогают вылечить щитовидку? Как получить городской наса? Отчего он начался? Да, Шадов опять смотрит дерьмо. Почему Кашпировский вернулся? Не, ну то есть, чувак, напоминаю, очень сильно упрощает все концепты, которые он перечисляет. Но бывает. Мы сейчас это осмотрим еще раз, я попробую серьезно это откомментировать. И зачем нам всем нужно во что-то верить? Топлес, топлес, лифчик снял. Штаны надел и убежал. Топлес, топлес. Он снова топлес. Без лифчика опять. Е! Ян в прошлом году был в Америке и своими глазами видел, как Канни Уэст читает проповеди на фестивале Кулачелла. Да. Это было... I'm a gay fish. I'm a gay fish. Мы помним этот трек. Да. Потрясающе. Это, скажу, может даже показаться странным, но это лучшее, что я видел в своей жизни после взлета ракеты. И задницы Леди Гаги. Смотрите, Канни как будто спустился с небес. В окружении церковного хора на зеленом холме поет про всеобщую любовь, а вокруг витает запах травы. И это 9 утра. Мне удалось почувствовать ту веру, которая объединяет людей и не навязывает тягости бытия. А как же наука? Она тоже не особо навязывает тягости бытия. Но при этом как бы люди тоже в нее верят, приходят в университеты, испытывают такие же ощущения перед наукой. Те же самые абсолютные механизмы мозга работают, когда они исследуют всякую научную дребедень. То есть чисто в отрыве от любого, не знаю, опыта, в отрыве от любого опыта, ну то есть то, как это преподается в школе и университете, любая наука оказывается той же самой религией. Спасибо большое, да, ты инженер с улицы Вяземской, большое спасибо за перерыв, ну просто на самом деле интересно. Наука работает, тебе уже сто раз повторили, религия тоже работает. В тех областях, какие она претендует, она работает. Че вы хотите? А наука разве претендует на работу в технической области? Ни одна наука не претендует. К Бабангиде отлично отношусь, уже слушали его музыку много раз. Не навязывает своих каких-то суровых правил. Ну, наука навязывает суровые правила на самом деле, ну ладно. А наоборот, все танцуют под рэпчик на Пасху во имя Бога. Супер, мне было приятно на физическом уровне. Ну в смысле наука больше работает, это вы просто так оценили, взяли, да? Ну потому что ученых больше, поэтому наука и работает. Всем было хорошо. Но есть и обратная сторона религии. Вот три девушки ожидают приговора с легкой руки православных активистов. Ой, какой ужас. Не, ну неприятно, конечно, что они ожидают наказания с легкой руки православных активистов. Ну и че с этого? Может, инквизицию еще вспомним? Так религия не стремится создать процессор, Александр Срадыков. Кстати, наука тоже не стремится его создать, но это уже другая немножко тема. Вы просто путаете науку и практику в данном случае. Ну, это уже другой разговор. Тикане, а вот исламские догматики за несколько секунд разрушаются. Вы возьмите физиков и пусть физики вам попробуют создать процессор. Хуй они это сделают? Нет, я не сказал срадыков, я сказал садыков. Нет, я ни в коем случае не пытался на вас опустить. Нет, ни в коем случае. Статую, которой простояли больше двух тысяч лет. Ой, какая печаль. Кто это? Что за мусульмане? Какие именно? Какие из всех возможных мусульман именно эти? С таким имиджем неудивительно, что у религии сейчас не так уж и много фанатов. Ну, короче, ученый Соколов убил девушку, кинул ее руки в реку. С таким, блядь, имиджем у науки неудивительно, что так, блядь, мало фанатов. Уебанной истории. Ведь, блядь, все историки берут и убивают своих девушек малолетних. Конечно же, блядь. Это так и работает. Это именно так и работает, это так и должно работать. Мы выбираем частные случаи, говорим про религию в общем, при том про религии, которые даже не связаны с теми событиями, о которых сейчас речь идет. Не знаю, тоже берем их под обобщение. Мы показываем мусульман и православных. Мусульман и православных показываем только. И то некоторых из них, вообще немногих, понимаете, вообще немногих. Небольшую группу православных и небольшую группу... Небольшую группу мусульман. И тут, блядь, хуя к себе. Дай, делаем вывод из-за вот этих вот, из-за этой небольшой, ничтожнейшей группы людей обо всех религиях. Даже не про весь ислам. Бог с ним с исламом, Бог с ним с христианством. Ну кого хуя мы буддистов трогаем, там, даосов. Ёбаного Кэнни Веста. Кэнни, блядь, Вест, он рэп читает вообще, блядь, он умственно отсталый. Чё, чё его вы трогаете? Чё он вам сделал? Он, может быть, не знаю, разламывал эти статуи. Ну при чём вот здесь, блядь, чувак? Ну то есть, по тому же самому критерию, учёные постоянно расчленяют своих девушек. Вот по той же самой логике это получается. И у учёных тоже должна быть плохая репутация. Почему у учёных хорошая репутация? В России так вообще каждый третий считает себя атеистом. Относительно того, пройду ли я Dark Souls за 2000, вы уверены, что я успею пройти его за три часа? У меня у нас игры по часовая оплата, если что, друзья. 600 рублей в час где-то. Но это лишает их бонусов веры. Бонусы веры? Что? Да, религиозные люди реже страдают депрессией, реже пьют и реже курят. И чаще ходят на выборы. Даже твиты у верующих позитивнее. Смотрите, вот верующие, вот атеисты. Верующие говорят знать, чувствовать, учиться. Напоминаю, в прошлый раз я тоже выделил этот момент. Кто, блядь, проводил это исследование? Какие верующие? Какие верующие? Какие атеисты? Кто? Представители каких религий здесь отвечали? Представители какой, каких конфессий отдельно отвечали здесь? Кто это были вообще? Кто говорит эти слова вообще в принципе? Вы понимаете, если мы возьмём какого-нибудь там индуса, индус будет говорить, может быть, очень похожими терминами, но они будут совершенно другими, они будут обозначать что-то совершенно другое. Там у них знание другое будет, там их джиняна или что-нибудь ещё. Видея, это абсолютно другие значения слов. Это не то значение знать, которое мы прикладываем сюда. Прощать, благодарить, вместо идея, причина, кажется, вопрос, открытие. Но что вот интересно... Что это? Где? Ну, может быть, есть, не знаю, цитата на исследование. Источники. Я пройду на источники, я надеюсь? Ну, просто, что за хуйня? Kanye West видео, плюсы религии. Что это за хуйня вообще, блядь? Download PDF, это... Кто это? Что это, блядь, за источник? Ебать, твою мать, ты кто? Что, блядь? This chapter of body research and basic effects of religion and... Охуенно! Одна статья, супер охуенный источник. Давайте рандомно пихать одиночные статьи, которые... Научные, которые поддерживают наше мнение, ребят. Прикольно! Вы понимаете, что разные научные статьи могут выражать разные идеи, и у них могут быть разные выводы. Упс! Упс, внезапно, да, получается? Это здесь эта хуйня написана. Кого? Какая выборка вообще была? Between religions and CVB. А что такое CVB, я, кстати, не знаю. Как ни странно, на английском у меня, правда, и ни о чем не говорит. А subjective well-being. Понял. Субъективное... Ну, блядь, это хуй еще докажешь. Это одна одиночная статья 2018 года. Хуй знает, что там в ней проводилось, не проводилось на самом деле. Насколько это проверено и не проверено, этого очень мало. Copying, social support, meaning of life. Ну, meaning of life есть в христианстве, по большей части. Как оно в других религиях проявляется, я хрен знает. Ну, просто буддизм и индуизм и разные, они наоборот, этот meaning of life шлют нахуй. И для них есть другое устремление, там, к нирване, к мокше и к другим вещам. То есть, у сансарии для них нет смысла. Ну, например. Ну, например, я думаю, чувак, который работал над этим текстом, какой-то, блядь, ебучий социолог, который не разбирается в религиоведении вообще. И он просто нарандомил какую-то статистику ебучую, которая никаким образом не работает. Ну, то есть, окей, копинг. Что за копинг в данном случае? Not all copying strategies. А, копирование стратегии в данном случае. Окей, social support, социальная поддержка. А у ученых нет социальной поддержки? И у людей, которые наукой занимаются, нет социальной поддержки? Или у адептов науки нет социальной поддержки? У твоих зрителей нет социальной поддержки, может быть? Может быть, вы, блядь, реально там в одиночестве живете? Как только из науки ушли, стали атеистами? Все, блядь, все сообщества распались. И все возможные идентичности ваши тоже развалились, видимо, после этого. Я серьезно, я не понимаю, что за дебилизм? Что, блядь, за источник-то такой? Чувак, блядь, это наука, это эмоции, эмоции. Охуенная научная статья, супер научная статья, топ. Просто топ. А есть что-нибудь еще покруче? Happiness, health and religiousity. Ну, может быть, кстати, если это не статья, может быть, там реально есть что-то интересное. Опять же, блядь, ссылки на единичную научную статью вне дискурса, вне контекста. Это очень убедительно. На самом деле, это настолько же убедительно, насколько, не знаю, просто взять рандомную цитату рандомного писателя в подтверждение своей позиции. Вот и все, это настолько же убедительно. Я не знаю, я готов даже поставить на то, что мы найдем исследователей, которые противоположны вот мнению данного, 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 данного автора. Просто потому, что такое бывает, особенно в социологических науках. Ебать, Фрейд. Фрейд, religion experience. Охуеть, наука тоже, ну супер наука. Фрейд, у нас Фрейд, хотя я уважаю Фрейда на самом деле, но Фрейд, очевидно, не то чтобы современный ученый. Фрейд, который проводит опыты, как бы так, как бы так. Краус, тот самый, нет, другой Краус, видимо. Я зол, как я зол. Ну если что, мы будем на источнике сегодня смотреть. Так что топлисты попал. Атеисты чаще говорят слово верить. Вот откуда он это говно взял, я на самом деле не понимаю, я в статье там не нашел этого. Вера, чем верующие. Да. Но что делает верующих такими счастливыми? При чем здесь верующие? Неужели разрушение древних стадов? Или приговоры оскорбивших чувства верующих? Наличие убеждений делает их верующими, и по этому же принципу атеисты, агностики и ученые тоже являются верующими. У них есть убеждения. Нет, просто религия отвечает на вопрос смысла жизни. Нет, не все религии отвечают на вопрос смысла жизни. Ответ на вопрос смысла жизни имеет особое значение в топике аврамических религий, скорее только. Религиозный человек, зная, для чего встает с утра, зная, для чего живет с утра. Посмотрим бесконечности в источниках ниже той статьи про твиты что-то. Давайте посмотрим твиты. Не вижу, не вижу, не вижу. Не вижу, что там про твиты. А в конце, может быть, статьи что-то написано. Конклюзион, это уже выводы, пошли эмоушенс. Да я херову знаю, здесь надо внимательно читать. Я не то чтобы очень большой друг английского языка. Немного контекста с канала сочных анархомальчиков. Ссылка удалена. Спасибо большое, дата-инженер с улицы Вяземская за 35 рублей и за заказ видео. Большое-большое-большое спасибо. Вы нас, опять же, выручаете уже который день, донатите понемножку, это хорошо. Самые всратые идеологии. Круто. Не, ну просто забавно. Живет и знает, что с ним будет после того, как... А, источники под видео. Твиты верующих позитивней. Твиты, блядь! Твиты! Твиты! Серьезно! Ты, блядь, это, блядь, не просто картинку ты из башки взял, ты, блядь, еще и скопировал откуда. Это реальные твиты людей. Ёб твою мать! Угу. Угу. Бля. Сюда, может, зайдет? Ну, давайте, где эти кружочки? Во! Кстати, тут поинтереснее, кого они брали. Это оно же, да? Хэппи твитч... Хэппи твитч... Хэппи твитч... Статья! Счастливые твиты! Причем, смотрите, как сформулировано. Счастливые твиты. Христиане счастливее, более социально объединены, ну, connection, connected, более объединены социально, и менее аналитичны, чем атеисты в твиттере. Именно христиане не представители всех религий. Во-первых, блядь, во-первых, он пиздобол, этот ваш топлес, он пиздобол просто. Начинаем с этого. Не все религии, ну, соотносимо вообще друг с другом, это раз. Во-вторых, ну, да, именно христиане. Причем, я не понял, какие христиане, я не понял, какие христиане, и как они отличали христиан от нехристиан в твиттере. Мне тоже интересно, как это, в общем-то, проводилось. Но вот они проанализировали более чем 2 миллиона текстовых сообщений, блядь, 2 миллиона. У меня за год больше набралось. Ну, ладно, ладно. Ну, 16 тысяч юзеров. Блядь, выборки всего-то из 2 миллионов текстовых сообщений из 16 тысяч юзеров, ну, не очень, как бы, круто. При том, что они считают analytical, у меня тоже вопрос, аналитичное. Что в данном случае аналитично, мне непонятно. То есть, как это, как, что конкретно по словам получается, не знаю. Логика! Смысл, блядь! Идея! Знание! Я уже более аналитичный! Нет, это так не работает. Вы можете сколько угодно говорить наборы любых тупых из этих слов. Если вы не наделяете их смыслом и не работаете с ними, не анализируете, то ваше сообщение нельзя назвать более или менее аналитичными. Просто по словам это не анализируется таким образом, ребят. Кстати, я думаю, в исследовании это прописано. Как ни странно, я думаю, в исследовании прописаны границы, которые они применяют вот к этому всему. Я думаю, сам топлес просто слишком... Креветки 10 часов танцуют в баре морячок за 10 рублей. Ну ладно, хорошо. Бляааа! Ну, ну, бляаа, ну просто очень плохой уровень. Очень плохой уровень цитирования. Он просто выделил и сказал, ну это истина, все. А то смотрите, сколько условий. Не все верующие, а христиане. Причем, я не знаю, собирая такие выборки, можно ли сделать вывод о том, что кто-то более счастлив, социально объединен. Или там, не знаю, более аналитичен или менее аналитичен. Если он употребляет свои речи в Твиттере, в Твиттере, заметьте, в Твиттере, употребляет в своей речи такие вот слова. По-моему, олигофрения делать такие выводы, они ни в коем случае не очевидны. Ни в коем случае не прочны. Ну, это тупость просто. Даже на базе самой статьи, это, ну, довольно-таки примитивное исследование. Скорее всего, скорее всего, где-нибудь там в выводах или, может, во вступление прописано, что, ну, мы просто вот собрали такие данные, из этого может следовать, а может и не следовать. Да, именно фан-клубы, конечно. Будда прям, ух. Галилея. Галилея еще. А Галилея. А клуб атеистов, а клуб атеистов, а клуб атеистов, че нет? А клуб ученых, это не клуб, это не общество ученых, они там, не social connected, это просто хуйня, наверное, да? Ученые, это не сообщество ни в коем случае. Это большое собрание одиночек, волков-одиночек, которые такие, О, нет, я так одинок, как мне грустно, я не вхожу ни в какое сообщество, потому что я степной научный волк, степной научный волк, ууууф, уууф. Я степной, таинственный научный волк, который исследует истину с помощью эмпирических опытов, да. Но что делать остальным, тем, кто не относит себя к христианам? Ну, ты по-любому к себя кому-то относишь, к научпоперам, к науке ты себя относишь, изучаешь науку. Мусульманам, буддистам, а счастливым быть хочется. Придумать, драчи больше. Свою веру. Свято место пусто не бывает, слышали? Если место освободилось, на замену придет обязательно что-то новое. В данном случае духовная пустота заполняется новыми религиями. И вот здесь начинается самое интересное. Новые религии, скажете вы, что? Это новые боги? Нет. Коммунизм, феминизм. Саентизм, наука. Майнфулнес. Ну, относительно того, что мы называем коммунизм религии, ну тут и может возникнуть очень много споров. Прежде всего потому, что коммунизм возник как философское учение. Если мы не понимаем разницы между коммунизмом и христианством, например, не видим никакой разницы. То есть, тем же самым успехом мы можем не видеть никакой разницы между христианством и наукой. И назвать науку тоже религией. Если мы расширяем термин религии до таких масштабов, что мы можем включить в него коммунизм какой-нибудь, например. В принципе, нам уже ничего не мешает включить туда и науку. Ну, коммунизм просто тоже довольно, знаете, рациональное течение, как минимум. Он тесно связан с интеллектуальной деятельностью определенного века, с философией определенного века. Он постоянно доказывается, его пытаются доказывать, аргументировать, найти факты в подтверждении диалектической логики или чего-то там еще. Ну, то есть, ведется большая работа, и эту работу ведут многочисленные интеллектуалы по всей нашей планете. Их не настолько много, как у ученых, конечно, но их достаточно много, чтобы это было довольно убедительно. Просто так откидывать... Да, блядь, да даже христианство просто так откидывать и говорить, что там абсолютно неаналитично, глупо и тупо, это, блядь, пиздец. Это умственная стала хуйня для дебилов, конечно, в любом случае. Потому что чувак просто не знает ни хера про апологетику, про богословие, ничего и не знает. Какие там аргументы приводятся, и почему они близки, нередко бывает к философии. Это нулевой уровень познания религии в данном случае. Пару раз видел в церкви. Сознанность. И даже рэп. И вообще любая сильная идея. Что? Что? Смотрите сами, советская власть раньше боролась с религией. Слово безбожник даже было комплиментом. Но он, блин, как космонавт только что высрал безбожника. Взорвав церкви, веру из головы не выбросишь. И вместо религии людям предложили новый культ, просто поменяв одно на другое. Книга Маркса «Капитал» стала Библией. Будущий мир кому... Аргументы будут? Может быть в тексте, может здесь где-то есть. Я не помню где. Вот. Коммунизм как новая религия. Ммм. Арзамас. Ммм. Илья, кто ж ты такой? Историк советской литературы и культуры. А-а-а, историк. А-а-а, ну конечно. Ну вот историки могут делать такие выводы. Ну, охуеть. Заебись. Коммунизм как новая религия. А-а-а, смотрите, как начинается научная статья, друзья. С диалогов. Это же определенно научный стиль. Ой-ой, как научно написано. Да, вижу прям. Ух. Ух, как научно. Ух, как научно. Это не научный стиль просто. Это... Ну, просто мужик не совсем по своей специальности выражает свое мнение по поводу коммунизма. Прикольно. Очень-очень круто. Единичные источники, которые поддерживают твою точку зрения, это всегда очень и очень убедительно, конечно. Это очень убедительно. Такие источники, безусловно, безусловно повышают уровень твоей аргументации, да. Коммунизм, рай. А еще тебя могут просто нахуй послать. Очень просто. Вот просто по той причине, что эти источники сами по себе в отрыве от контекста, где они были написаны, на какие другие источники они опираются, вообще на другие источники, на совокупность научного опыта в данном случае, вообще на мнение научного сообщества. Если ты это все высылаешь без... Ну, пишет Александр Лукашенко, он прав, любая идеология превращается в подобие религии и наук в циентизм. Ну, да, я здесь согласен, только у меня немножко другой базис для таких, для подобных утверждений. Тут вопрос еще в том, что мы называем религией, но понятно же, что топлис, например, ни в коем случае не захочет называть религией науку. Я думаю, здесь все согласятся и сам топлис. Как же подобрать определение таким образом, таким образом, чтобы при этом идеология, любая идеология, кроме научной, превращалась в религию, а научная не превращалась. Вот тут такая игра сложная получается. Сожгли в небесном, Ленин и Христос, который умер за наши грехи, и обязательно воскреснет. Но не воскреснет. Блядь, здесь стих Маяковского приведенного, к примеру. Поэтому мы его положим в центре Москвы и подождем иконы. Многие коммунисты-то и не очень серьезно к этому относились. Ну, то есть, получается, что Ленин, по сути, символ. Это символ, но символ не является в прямом смысле существом, которое в итоге воскреснет. С чего вы взяли, что коммунисты думают, что Ленин реально воскреснет? Это на полном серьезе он сейчас говорит. Просто христиане реально думают, что пришествие Христа грядет. Коммунисты, по большей части, они не думают, что грядет пришествие Ленина. Снова. С ним были в каждом кабинете, а к его мощам выстраивалась очередь. Гитлер – настоящая сатана, а капиталистические страны – это враги, которые вообще не понимают, что творят. Понимаете? Охуенная аналогия. А что, если Маргиналу предложить провести дебаты Шадова и Топлиса? Блядь, ребят. У Топлиса очень маленький мозг. Это человек, который, в принципе, не особо понимает, как работать с информацией. Даже, не знаю, просто не понимает, чувак, как работать с инфой. С этим Топлисом спорить мне было бы совершенно неинтересно на любую тему. С Маргиналом было бы интересно, потому что у Маргинала голова работает, потому что он довольно умный парень и вообще, в принципе, умеет работать с инфой. То есть, с Маргиналом спорить просто интересно. Провести дебаты с Маргиналом мне вот чисто профессионально даже интересно. Узнать, кто победит, кто не победит. У Маргинала хорошая риторика, в принципе. Верн пишет, вчера же мы выяснили, что Христос не придет так, как его абортируют. Это печально. Не, ну то есть, понимаете, еще скорее всего, да, придется деньги платить за то, чтобы с ним провести дебаты. Хотя, на самом деле, ну, по сути, он нулевой. Он реально нулевой. Он просто вот... Он не готов слушать ничью информацию, в принципе. Будьте стали завтра. Как научиться работать с информацией? Ну, я не знаю, я степень получил. Я степень получил и научился работать с информацией. То, что нам предлагает Топлис, вот эта вот хуйня. Типа, я сказал слово, а за этим словом стоит статья из Ленты.ру. Зюганов назвал Христа первым коммунистом. Ой-ой-ой-ой-ой, какой же охуенный аргумент в пользу того, что теперь все коммунисты верят в Христа. Ух ты. И так далее, и так далее, и так далее. Тут вроде бы, понимаете, под каждым утверждением имеется ссылка на какое-то говно. Но проблема заключается в том, что все это говно. То есть, например, ссылку на премию Гарри Гудини давать было совершенно необязательно, потому что всем и так понятно, что она существует, и найти ее не составляет никакого труда. То есть, понятное дело, что он ее не сам выдумал, и это ни в коем случае не подкрепляет его информацию. ... с православными активистами. Мол, наша вражда была ошибкой. Так что, ЕППШ, проблема-то реально в том, что Христос, ну... Его мировоззрение от счастья... Точнее, нет. Воззрение коммунистов генеалогически восходит к воззрениям христиан. Есть такое. Да. Сейчас у нас одни цели. Зюганов даже утверждает, что Иисус был первым коммунистом. И чё? И чё? А когда стрим со звоном, он пока не знаю. Он пока немножко нас отбрасывает в сторону. Может быть, когда он освободится, пока не знаю. И такой трюк работает с чем угодно. Религию может заменить любая сильная идея. А вот наука. Феминизм, рэп и бизнес-молодость. А вот их абсолютный рай. Что мне с чем соединить? А вот наука. А вот наука. И вот её абсолютный рай. Смотрите. Вот абсолютный рай науки. Вот он. Вот абсолютный рай науки. У-у-у. Космос. Наука. У-у-у. Бюджет большой. У-у-у. Как круто. У-у-у. Наука. Национальный проект. У-у-у. Замечательно. Ну вот как-то так, да. Круто. Для феминисток рай – это мир абсолютного равенства. Для рэпера рай – это когда обычный парень с улицы становится королём мира. Рай для бизнес-молодости – это номер в гостинице в Центре Эмиратов. Все во что-то верят. Да, и учёные тоже во что-то верят. Прежде всего дело касается методологии. Топлес. Проблема в методологии в данном случае. Если ты будешь говорить, что учёные не верят в те теории, которые излагают, проблема в том, что они в методологию верят, с помощью которой они получают эти теории. Так мы избегаем некомфортного духовного вакуума. И это не вчера началось. Нил Гейман в романе «Американские боги» рассказывает, как эмигранты везли в Америку свою культуру, своих богов. Скандинавы – Одина. Индусы – богиню Кали. Славяне – нашего земляка Чернобога. Но в наше время старые боги встретились с новыми. Богом глобализации, богом технологий и богиней новых медиа. Это же самое происходит и сейчас, внутри нас. Теперь огромное количество молодёжи верят в технологии. Илон Маск – новый папа римский. Раньше... ...вся жизнь строилась вокруг религии. Крещение, Пасха, Рождество, Ханука. Теперь для нас точка отсчёта – это посадка Crew Dragon. Для кого-то новый айфон, а для школьников – это новый рэпер. Или Бодинсьяга. Ведь так? Я покажу вам, как современные люди поддёргивают разных штук из верования и увлечения и делают микс под себя. Как это происходит? Да, вот так. Очень, конечно, чёткие рассуждения. Прям топ. Никак не оспорить. И потому что мы – мы – мы. Но никак не подтвердить. Но не как религиозно. Мы реагируем бульши от одного книга, так что мы можем черри-пить и выбрать бульши, которую мы любим лучше, от всего много разных книг. Мы просто берём кусочки разных мировых культур, которые нравятся. Тут спрашивают, разве Топольс утверждал, что наука не похожа на религию, он специально уворачивается от этой темы? Сейчас вы узнаете, почему. Скоро вы узнаете, по какой причине он уворачивается от этой темы, потому что к науке он даже вопросы не задаёт. Наука свята. Наука даёт ответы на все вопросы. Эволюция бесспорно есть, никаких сомнений у нас в этом нет и быть не может. Научные методы работают чётко, и в этом сомнений быть не может. Единичные научные статьи показывают нам истину, на которой мы можем базироваться, и в этом тоже никаких сомнений быть не может. Вот вам, ребят, вот. Вот вам доказательства, вот вам научные статьи, вот вам материалы, вот вам эволюция, вот она как работает. Всё, я доказал, пошли нахуй. Всё. В этом он даже не сомневается и даже не пытается сомневаться. Но при этом он с удовольствием, наверное, скажет, что нет, наука ни в коем случае не религия. Хотя сам Топлес обращается с этой наукой как типичный религиозный фанатик. Даже не догматик, а именно фанатик. Абсолютно ослепленный человек своей религии, не видящий никаких альтернатив, не способный рассуждать вне контекста этого самого мировоззрения. То есть это абсолютный фанатик. Шуе ППШ пишет. Мне кажется, нормальные ученые, не научпоперы, не против религии. Тут когда как, понимаете, в чем дело. Тут когда как, по-разному бывает. И уж тем более не против философии, тут тоже когда как бывает. Понимаете? Чаще всего против. Чаще всего против. Так. Философия, да и наука больше связана с практикой, чем вы говорите. Ну, смотря как мы определение науки связываем. Ну, что такое нормальные? Понимаете, что вы говорите? У нас есть нормальные ученые и ненормальные ученые. По вашему определению, все ученые, которые, раз, не против религии и не против философии, являются нормальными. Вы просто дали такое определение, под которое кто-то да попадет, а все остальные будут ненормальными. Охуенно? Да, но это риторика. То есть в любом случае, не знаю, не знаю, скажу. У всех нормальных ученых геморрой. И понимаете, в любом случае, в любом случае, у некоторых ученых будет геморрой. И я скажу, вот нормальные ученые, а остальные ненормальные. У нормальных ученых будет, не знаю, у них огромная жопа, например, у нормальных ученых. И у некоторых ученых действительно огромные жопы. И получится, что ну вот они тоже нормальные, а остальные ненормальные. По вашему принципу, ну, определенно найдутся нормальные ученые. Только проблема не в них. И другие, которые ненормальные ученые, они все равно остаются ученым. Их, скорее всего, большинство, кстати. Так что не знаю, не знаю, трудно. Привет, Данил Анр7. Да и в эволюцию никто верить не заставляет. Это теория все-таки, про что люди и говорят. У ученых нет сомнения в том, что теория эволюции работает и отражает действительность. Вы об этом можете очень много узнать, если будете исследовать многочисленные работы. А нормальные это те, кто не говорят, что эволюция это факт. Ну, тогда нормальных ученых радикальное меньшинство. Настолько радикальное, что их почти нет. Я думаю, в литературе везде пишется теория эволюции по той причине, что так традиционно закрепилась. Это, знаете, это такое слово... А вдруг все-таки... А вдруг окажется, что мы наебнулись где-то? А вдруг окажется? Давайте оставим слово теория. Мы, конечно, верим в это говно, но пусть будет. Мы уже настолько уверены, что она есть, но пусть будет теория. Традиционно уже сто лет называем ее теорией. Называть ее истинной эволюцией было бы, наверное, не очень круто на данный момент. Сильно поспешно, наверное, еще. Пусть будет теория. Традиционно, что я попышаю. Это не потому, что ученые не верят в теорию эволюции. Это просто потому, что она так называлась на протяжении ста лет. Со времен Дарвина она так называлась и так далее, и так далее, и так далее. Медитация, осознанность, mindfulness. Гороскопы. Магические кристаллы, конечно. И, например, вот self-help. Это энергия. Self-harm. Zen. Аромотерапия. И карты Таро-навидителя. Да, смешать три ингредиента из этого мы получаем русского человека, который понахватал элементы разных культур и собрал из них свою духовность. Сразу и не поймешь, что это русский человек, ведь так? Я не против азиасской культуры. Я обожаю Азию. Здесь я рассказываю о том, как человек заполняет свою духовность в попытках остаться верующим. Но не в Бога, а в сильные идеи. Но есть то, чего я против. Это называется несусветная сука-чушь. Да, не одобряем салф-харом, кстати. Да, 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 да. Да, 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 да. Ну эту хуйню я просто комментировать не буду, про кристаллы тут неинтересно. Ну то есть здесь любому умсу и насалому человеку понятно, что это обман. Не, ребят, религиозные ученые это вообще не странно. Ну просто наука это такая религия, которая в некоторых случаях может объединяться с другими религиями. Тут есть просто вот такой вот аспект. Ну просто в большинстве случаев люди имеют двойную идентичность. Ну современные люди. Они представители той или иной религии, либо атеизма, но при этом еще и к науке относятся хорошо как минимум. Тут в общем как-то так, понимаете. Актуалочка, которая не только сейчас, когда новый вирус, да, посадил по домам весь мир, но и всегда. Но 13 кусков, серьезно, 13 тысяч за бутылку с кристаллом, палку, вонючку. Вот чем люди заполняют свою пустоту. Духовный, но не религиозный. Это новая формула жизни. Но я не буду голосовать рублем за такую чушь. Да и мне этого мало. Мне нужно что-то посерьезнее. Если мы хотим действительно мощных амулетов, нам нужно отправиться на родину всей этой эзотерики. Куда? В Тибет? В Индию? В Калифорнию? Именно оттуда приходит все самое новое. Это там встают в 6 утра. Ну просто опять же нужно еще понимать, где собирается различная статистика. Если мы собираем статистику в Америке, например, или в Европе, в какой-нибудь стране европейской, либо в России, статистика всегда будет разная. То есть вполне, наверное, очевидно, что ученые в Израильском университете по большей части будут религиозными. То есть академическое сообщество еврейское, оно скорее всего будет плюс-минус религиозно. Лучик Надежды пишет, при желании можно вполне связать свою религию с научным методом. Да, вполне можно. Но при том, что научный метод в ряде случаев не противоречит сам по себе положениям метафизическим тех или иных религий. Или даже не метафизических, психологических, как у буддизма. Ну в буддизме просто много очень было самонаблюдений. На протяжении многих тысяч лет они самонаблюдали себя. И вот по сути это невероятные залежи опыта. Тут даже дело не в метафизике порой бывает, а именно даже в духовных практиках. Ну на мой взгляд даже, понимаете, если духовные практики противоречат научным данным, это проблема научных данных. Это ученые хуйню какую-то недопоняли и скорее всего не могут адекватно анализировать духовные практики. Просто люди не просто так 2000 лет пахали индусы над различными духовными практиками. Серьезно, не просто так. Это очень глубокая вещь, очень интересная вещь. Очень хорошая вещь, которая поможет вам в самоконтроле, в развитии своих собственных каких-то там, не знаю, внутренних способностей. Притом я не говорю про нирвану, про мистику. С мистикой здесь все в принципе понятно. Мистика под вопросом, нирвана под вопросом, мокша под вопросом. Но то, что вы можете сделать с помощью йоги свое настроение более стабильным, это факт. Ну например, это факт. Если вы супер ученый и такой говорите, да ну нахуй йогу, мне плевать на йогу. Вы начинаете таблетки жевать постоянно научные. Ну у меня для вас плохие новости. Вы скорее всего здесь выступаете как тупой фанатик, который не собирается использовать более-менее, не знаю, адекватные методы. И вместо этого себя лекарствами травят. Ну охуенно. Ты когда-нибудь вживую спорил с учеными о религиозности и науке? Да, да, да. Постоянно это делаю, как-то странно. Причем ученые бывают довольно разные от начинающих ученых до довольно разных. Ребят, понимаете, в чем проблема наука? На самом деле по большей части ничего доказать не может. Особенно. Особенно. Особенно, когда мы говорим про те частные утверждения, которые ученым не особо интересно бывают. Типа, а работает ли йога? Да нахуя нам йога по большей части? А занимаются биохакингом, пьют воду с эффектом памяти и переливают кровь молодых. Чтобы самим стать моложе, конечно же. Кровь молодых. Но надо же. Доказано наукой. Это полная чушь. Поражает. Какой наукой? Где доказано? Давай, блядь, топлис. Доказано наукой, что кровь молодых переливать нельзя. Давайте в источники пойдем. Там есть что-то про кровь молодых? Кровь молодых. Кровь молодых. Кровь молодых. Переливание крови в Калифор... А, это видео из Ютуба. Стоп. Стоп. А в смысле? То есть, блядь, видео о том, что люди переливают себе кровь молодых в Калифорнии, это есть? А то, почему наука доказала, что это не работает, этого нет. Интересно. Интересно. Может дойти фантазия человека... Мне заплатили за это, поэтому разбираю. ...когда у него резко появляются деньги. У него просто слетает кукуха. И он может сделать приложение, которым будет пользоваться весь мир. Вот мое любимое. Вы просто посмотрите на дизайн. Планеты, звезда. А вот минималистичные рисунки. Как думаете, о чем это приложение? Об астрономии. Нет. Это гороскоп. Ко Стар берет данные о положениях звезд серверов НАСА, а предсказание составляет искусственный интеллект. Искусственный интеллект говорит вам, как вам вести себя вообще на неделе. Круто? Бля, ну когда ты будешь опираться на искусственный интеллект в решении каких-то своих дел и проблем, ну прикольно. Наверное, да. У этого приложения... Так, лучик надежды, если они что-то там перепили кровью младенцев, там, не знаю, но не вылечились, это не наука доказала. Наука здесь вообще, наверное, была ни при чем. Бля, вообще сам факт того, что наука попыталась бы доказать что-то подобное, но это забавно. Просто очень тупо называть наукой, ну на месте топлица даже того же, просто реальность. Наука это не реальность, это то, что пытается ее изучить с помощью вполне так себе определенных методов. Как только вы начинаете называть науку реальностью, ну вы, по сути, становитесь религиозным фанатиком этой самой науки. Вы не различаете науку и реальность. Высокий рейтинг в Google 4,5, значит есть спрос. Faked it till you make it, говорят мне звезды. Сегодня у меня напряженка в сексе и любви. И это правда. Траблы с рутиной, креативностью, духовностью, социальной жизнью и самим собой. И, блядь, это тоже правда. Да. Было бы, если бы я во все это верил. На самом деле, 8 из 10 человек скажут, да, это про меня. Ведь, по сути, это те же самые гороскопы, что и в журнале Коспополитом, только в новой обертке. Кристаллы и гороскопы существовали всегда. Мы... Не всегда. Ну да ладно. Так и будем верить. Почему я так уверен? Да потому что внутри нас, где-то в глубине, лежит желание, очень сильное желание непременно во что-то верить. Я не думаю, что внутри нас лежит желание во что-то верить. И оно формируется каким-то там, не знаю, магическим образом. На мой взгляд, мы просто не можем не верить онтологически. Абсолютное отсутствие убеждений на протяжении долгих этапов времени, но оно просто невозможно, ввиду того, что вы сдохнете с голоду, как минимум. То есть, если у вас не будет убеждений вообще, у вас не будет убеждений о том, что вы должны поесть, вы не будете знать, что такое еда, что вы с помощью этой еды так или иначе утолите свой голод. Вы не будете думать о том, что вам нужно спать. Скорее всего, у вас собьется режим, вы будете спать как попало, когда вас вырубят. Это очень неприятное, на самом деле, состояние. Вера пронизывает всю жизнь человека. Вообще всю жизнь человека. Любой акт, который вы совершаете, пронизан верой. Даже действия. Когда я щелкаю свой телефон, например, он тоже пронизан верой. Любая проверка любой информации, любое ощущение реальности, отвлечение реальности от иллюзии, это все вера. Это все убеждения наши человеческие. Как ты можешь существовать без них? Вопрос. Вера это онтологическая категория. Это не то, от чего человек может в данном случае отказаться. Если бы мог, у него, скорее всего, не было бы разума. Ну, то есть, например, амебы, наверное, они не чувствуют голод. У них есть определенные механизмы, как я понимаю, по которым они охотятся. Они не нуждаются в вере, чтобы стимулировать их действия. Но люди в данном случае, в своей среде, оказываются настолько сложными существами, что для того, чтобы даже покушать, им нужна вера. Чтобы правильно охотиться, им тоже нужна вера, потому что ахуй знает, какой метод более эффективен, какой менее эффективен. Мы должны верить в это. Верить в один метод, либо в другой. Те, кто верят в неправильный метод, ну, может быть, сдохнут. А может быть, и нет. Как получится. В науку мы тоже верим. В науку верим, безусловно. Мы не можем не иметь никаких убеждений о науке, и мы верим в нее чаще всего. Тем более, мы не можем проверить все научные данные. Все научные данные. Никто не может уместить себе в голове все научные факты и все научные выводы из всех научных теорий. Это невозможно. Ввиду этого даже ученые верят своим коллегам не просто как бы в онтологическом смысле, а довольно в простом бытовом смысле верят. И не могут им не верить, потому что иначе научный процесс остановится. Потому что люди не могут уместить в себе в голове все научные данные. То есть даже наука базируется на вере как в банальном смысле, так и в онтологическом. Ну, с онтологическим потом. Да, вера такая универсальная, сильная и независимая женщина. Именно. Именно. У людей одна вера заменяется другой, а без убежденности невозможен разум. Вы просто понимаете лучших надежд, в чем дело? В античности не было развлечений между верой и убеждением. Это одно и то же. По сути, ну, догма. Это слово догма. В античности это так обозначалось. Я считаю, что это было адекватно. Потом пришли христиане, разделили веру и знания, потом создали свою особую христианскую веру. И потом началась чехарда с понятиями, отвратительная, с которой мы имеем дело сейчас. Ну, и в любом случае, сам Топлес не употребляет слово вера чисто в христианском смысле. Понятное дело, да? Понятное дело. Он сейчас банализирует. Он сейчас банализирует понятие веры, его расширяет. По сути, для него вера это любые убеждения, кроме научных. Кроме научных. Любые убеждения, кроме научных. Все. Это как-то так и работает. Да, вспомните такие ситуации. Перед сном, когда вы дома один и свет выключен, обязательно кто-то шумит. Соседние помните. В телевизоре что-то всегда загадочно трещит. По трубам кто-то ползет. Что-то хочет вам сказать из-за холодильника. А мусорный пакет вообще живет своей жизнью. Чур меня. Чур меня. Знакомые чувства, да? Вот так и рождаются суеверия. И еще пещерный человек думал, что за любым шумом непременно стоит кто-то живой. Как же в нас стали жить эти страхи? Откуда ты знаешь? Ты, может, видел пещерных людей? Может, ты с ними взаимодействовал? То есть, не, я не знаю, откуда он взял эти выводы? Почему он взял, что у них были страхи? Это откуда взято? Какие-то исследования? Непонятно. Страхи? Сейчас объясню. Ну, просто, блядь, окей. У первобытного человека были страхи. Тем временем первобытный человек. Такой, блядь. Сейчас, опять же, повторяю шутку, но не все ее видели. Первобытный человек такой. Я безстрашный, блядь. Я первобытный человек. Типа, я не знаю, блядь. Ну, такое себе, такое. Откуда он это взял, мне, например, абсолютно непонятно. Фантазии какие-то маленького мальчика бывает. Дело было так. Гулял, значит, наш предок посолания. Вот он такой. Вот такой вот. И вдруг слышит. Гулял. О, блядь, 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 кусты. Кусты, блядь. Или тигр подкрался не заметно. Ветер, блядь, или тигр. Допустим, он подумал, что это тигр и убежал. То, если он не прав, он спас себе жизнь. Если он не прав, он тупо размял себе мышцы. Норм. Вот второй, допустим, он подумал, что это ветер. Если он был прав, то ничего страшного и не произошло. Но вот если он ошибся, то все, его гены тупо сгинули из истории. Все. Их больше нет. Так вот, мы с вами потомки тех, кто решил, что это тигр и убежал. Мы считаем, что ничего не происходит просто так. Да, тем временем первобытный человек идет тупить палкой тигра. Тигры, действительно. Не, ну, блядь, ну, блядь, честно, честно. Давайте просто посмотрим, какая у нас информация имеется о первобытных людях. Костя, окаменелости. Небольшие какие-то намеки на то, как они жили благодаря их первобытным всяким, не знаю, приспособлениям. Приспособлений много, но не факт, что до нас дошли все, во-первых. Ну, во-первых, непонятно, да, что до нас дошло. Во-вторых, непонятно, что они чувствовали, эти первобытные люди, насколько были развиты. Мы не знаем, когда появился язык. Да, это энгельсовское представление, да, это оно и есть, но, блядь, оно ничем не подкреплено. Это просто из башки взята еще и генетика. Блядь, гены, я передам свои гены, блядь. То есть, охуеть, да. Ведь все же животные и люди думают о том, как передать свои гены. Стоит какая-то причина. А что, блядь? Ай, сука, блядь! Стой, стой, стой! Не блюйся ты, блядь! Стой, ты зомби 20-го века! Тебя таких сделал, зон Шромеро! Тихо ты! Да стой, ты подошли, блядь! Хорош, ты что? Ну, стой, будешь ты! Дурак, блядь! Раньше вы будете такие. Ну, наконец-то. Зомби пришли. Да, мы обсуждали ежи на стриме с Нюбергом, было такое, немножко. И к нам из сердца Африки. Именно там колдуны Вуду с помощью бешеных плясок и песен воскрешали мертвецов и обратили... Бля, клевые пляски. Бля, очень клевая одежда. Ну, то есть, чисто так вот эстетически, это очень круто, мне нравится. Вау. 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 Данес охуенный, прям тяжелый. Ну, то есть, блин, это прям тяжело. Они выглядели вот так. Очень напоминает человека без выходных, который работает много. Это просто парень, который не выспался. Офисный клерк, в очередь к кулеру. Виру вожившие трупы привезли черные рабы. Сначала на Гаите. Да, я помню видео Ежи. Я как раз посмотрел его перед стримом. Но знаете, Ежи на самом деле, ну, отконтрил почти все аргументы Нюберга. Нюберг, ну, блядь, он, конечно, его оскорблял. Ежи Сармат оскорблял Нюберга, безусловно. Это неприятно смотреть было бы. Но контраргументы там присутствуют. То есть, практически все, что там было, Ежи так или иначе законтрил. И было бы неплохо, если бы Нюберг сам ответил на эти претензии. Потому что, ну, там есть зрелые претензии. Вполне. То есть, я здесь не то, чтобы, опять же, на чьей-то стороне. Я сам не знаю, нужно ли легализовать проституцию или не нужно. Мне, в принципе, без разницы. Не, ну, я же там действительно как бы затащил скорее. Ну, опять же, опять же. Обычно тот, кто комментирует, тот и затаскивает. Потому что, ну, легко, ну, отчасти легко контрить человека, который не был готов к тому, что его будут контрить. Как я сейчас топлица контрю, но... Хотя, наверное, он бы и отконтрить не смог меня потом в ответ. Ну, все изменилось в 1968 году. С ночи живых мертвецов. Именно этот образ вы и помните. И дальше понеслись названия. Зомби по имени Шон. Ласт оф Ас. Белые ходоки. Зомби против растений. И даже гордость и предубеждение. И зомби. Что? Остается нам. Мочить их к чертовой матери. И это не страшно. Это весело. Ласт Дэй Он Элф. Это Майнкрафт в мире зомби-апокалипсиса. Пропускаю. В стратосферу... Пропускаю. Давайте. Я лучше посмотрю две лишних минуты, чем буду смотреть ебучую рекламу, ребят. Пускай. А теперь... Да, выдуманная из жопы, короче, картинка про первобытных людей. Это круто. Может быть, здесь эта картинка умственно отсталых дебилов, вот эта вот, ящик Скиннера, нет. Почему во всем видим лица, канал Анатолия Кашпировского, выступление Юрия Лонга, YouTube блокирует видео. А нет, 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 ни одного доказательства вот для этой хуйни, которая высрана из жопы. Круто. Круто. Да даже ни одной статьи про это говно не написано. То, о чем думали первобытные люди. А ешь за что-то опил, что нужно легализовать проституцию, что нужно легализовать проституцию. Мы говорим о суеверии. Когда в знаменитом ящике Скиннера голубу давали корм, ему маленький мозг думал, о, это что я такого, блин, сделал? Я не знаю, мне нужно срочно лицо Сайтамы, просто потому что это хуй знает, блядь. Я не могу серьезным видом это комментировать, ребят, это полный пиздец, как бы. Чувак читает мысли голубя, я просто, я не знаю, что с этим делать. У меня просто вот такое лицо сейчас. Чувак читает мысли голубя, я вот такой, блядь, что нахуй? Мысли голубя? Ты прочитал только что, блядь, мысли голубя? Серьезно? Мысли голубя? Охуеть. Просто охуеть. Я в шоке. Чтобы заслужить такую вкуснягу. Ща, таро. Он пробовал разные действия, жал на кнопку и делал два взмаха крыла и так далее. И да, ура, корм появлялся снова. Голубь не знал, что еда появляется автоматически через 20 секунд, поэтому продолжал жать на кнопку и махать своими крыльями. Голубь думал, что таким образом зарабатывает себе корм. То есть кто-то знал, что он так думал? Ну то есть, это тоже наука? Голубь думал, блядь. Голубь думал. Там даже никаких приборов не стоит, чтобы подтвердить, что он там что-то думал. Вообще, в принципе. Голубь просто махал крыльями. Ему давали за это пожрать. Но не за это пожрать, просто, ну, понятно там, какому принципу давали. А наши родители? И зачастую мы с вами думаем, что нам повезло или у нас там есть какой-то успех, потому что мы вовремя по дереву постучали? Или не дали черной кошке перебежать дорогу? Да, именно поэтому, именно поэтому, именно потому что Голубь думал. Именно по этой же абсолютно, да, логическая связь здесь присутствует. Голубь думал, а значит и мы думаем, что если постучать по дереву, что-то случится. Да. Спасибо большое, Топлис. Ты тупой. Через левое плечо, прям когда надо. Ведь просто так ничего не бывает. Правда? Эволюция нас буквально запрограммировала на поиск сущностей, поэтому... С чего ты взял, что эволюция вообще существует? Как ты это доказываешь? Почему ты берешь это как аксиому, это не вера никакая? Может быть ты сам доказывал эволюцию? Кто ее для тебя доказал? Какие священные источники ты используешь для того, чтобы подтвердить, что эта эволюция как раз вот она существует? Ты веришь в эти источники или может они реально абсолютно доказаны? Может быть ты в достаточной степени специалист, чтобы убедиться в том, что это истина? Я в ахуе, ребят! Я в шоке. Я реально в шоке. Это так тупо. Да, у голубя, пишет Брогер, могли крылья чьи-то счесаться и лапы затекать. Да и вообще все, что угодно с голубем могло быть. Может это ебнутый голубь вообще был в целом. Его посадили в клетку. Его в клетку посадили. Я хер его знает. Лицо на Марсе. И глаза в небе. Даже дети не дают обидеть своего игрушечного мишку. А логика где? В построениях. Как это с голубем связано? Он живой для них. И они же рисуют солнышко с лицом, потому что откровенно верят в его сущность. Да, да, да. Дети рисуют солнышко с лицом, потому что верят, что солнышко живое. Да, так и есть. Всегда верил, что солнышко живое. Когда покупатель мотоцикла узнает, что мотоцикл побывал в ДТП, он отказывается от покупки, потому что верит, что вместе с этим... Ну, мне онтологический аргумент на самом деле нравится. Просто из онтологического аргумента мы можем вывести более такие основательные аргументы. Если мы подумаем над тем, что нам предлагал сделать Храбров на своем стриме, он просто интерпретировал немного по-другому онтологический аргумент. Бог настолько велик, крут и охеренен, что он не может уместиться в нашем сознании. И поэтому, когда мы критикуем его существование, мы критикуем существование того, что не может поместиться у нас в голове. Ну, то есть, по сути, мы не знаем, что критикуем. Мы не критикуем самого Бога. Понимаете, в чем дело? То есть, в этом контексте мы можем прийти к тому, что критиковать идею Бога ввиду того, что она не может уместиться у нас в голове, просто невозможно. Ну, то есть, отчасти это прикольно. Это прикольно. Не то, чтобы сильно нас в чем-то убеждает, конечно, но это прикольно. Рассуждение интересное. Обратите внимание, что видео не слово о науке, как о такой же вере. Да, именно. Именно не слово. Именно не слово. И Топлис так не считает, я в этом уверен. Рисовал солнышко с лицом просто потому, что могу. Да. Именно. Именно. Вот именно, кстати. Что не странно. Наука. В мотоцикле придет и несчастье прошлого владельца. Да, и он тоже попадет без этого. А вот пример попроще. Представьте, что вам предстоит трансплантация. Вы бы согласились принять почку убийцы. Да. Большинство людей отказались бы даже от свитера убийцы. Бывает. Не то, что от почки. Потому что верят, что с его свитера придет часть его сущных. К нему перейдет ДНК-убийцы. ДНК-убийцы придет ко мне, я буду убивать людей. Вот как-то так, наверное. Мир вокруг. Не, у меня глаза бегают, потому что у меня чат здесь, а видео вот здесь. Вот чат здесь, видео вот здесь. Вот так вот. У меня глаза бегают туда и обратно. Поэтому, друзья, вот оно так работает. Сорян. Это кусты, которые постоянно шевелятся. В нем очень много необъяснимого и непонятного. Что было до большого взрыва? Почему мы видим сны? Зачем вообще зародилось? Тон Фан пишет, рисовал солнышко с лицом, потому что родители так рисовали. А может быть ваши родители верят, что у солнышка реально есть глаза? А? То есть, блядь, я нахуеваю с этого чувака, с этого топлиса. Просто один аргумент охуительнее другого. Ну, наук тоже так делает. Давайте перестанем искать ответы на вопросы, станем все абсолютными скептиками. Будем, как Александр Шадов, носить маску с Айтамой, все такие, блядь, скептики. Мы не ищем ответов на вопросы, нам плевать, все. Мне просто похеру. Мне наплевать на ответы на вопросы. Вот так это и работает, ребят. Не, ну то есть, ну серьезно что ли? В падающем самолете? Нет, это не... То есть, на самом деле, я далеко не являюсь сторонником того, чтобы все вокруг стали абсолютными скептиками. Если все станут, это будет большая трагедия для человечества, скорее всего. Я только что подумал, пишет Артем Жуков, науки же работают с моделями мира, как минимум точные науки. Поэтому фраза «голубь думает» может скрывать больший смысл. Что? Ладно, не понял. Там связки нет. Вы слышали? Когда вы падаете, вы тут же начинаете верить в Бога и зовете его на помощь. Да, страх смерти. Я кричу «блядь, сука, я падаю!» Это одна из причин веры. Так что не удивляйтесь. Ну, окей, страх смерти – одна из причин веры, вполне возможно. То есть, если бы мы были бессмертными, то есть, если бы нам не нужно было кушать, не нужно было пить, не нужно было спать, вполне возможно, вполне возможно, мы бы не нуждались в вере, мы могли позволить бы себе быть абсолютными скептиками без каких-либо ограничений. Без каких-либо ограничений могли бы позволить себе быть скептиками. Если бы мы были бессмертными. Да, вполне возможно, но понимаете, в чем дело? В таком случае смерть является причиной и научных убеждений, просто ввиду того, что, ну, наша смертность заставляет нас во что-то верить, иметь убеждения, быть более или менее эффективными, верить в свою эффективность, верить в эффективность науки и так далее, так далее, так далее. Да, Брогер, а как мы от голубя вообще перешли к солнышкам? Просто взяли и перешли. Вы не понимаете, как работает эта хуйня? Короче, смотрите, у нас были обезьяны, обезьяны, короче, вот такие вот они бегали там по лесу, такие О, я обезьяна, я думаю, там, не знаю, там ветер или тигр, ветер или тигр, а потом голубь, голубь, А хотели бы вы взять свитер убийцы? О, у него нож, он убийца, я наказал свою позицию. Это приблизительно вот такое выступление Топлиса. И еще на всю эту хуйню, которую он проговаривает, еще и ссылки на статьи, которые подтверждают не связанные друг с другом тезисы. А, браво! Браво! Научпот снова победил! Наука доминирует! Наука победила снова. Фух. Да. Браво. Браво Яну Топлису, он просто гений. А на самом деле можно было бы обойтись без единой научной ссылки, потому что они здесь не имеют смысла. Причем по каждому вопросу, на который он опирается, можно было бы по-хорошему привести не одну ссылку, а хотя бы несколько, чтобы это хотя бы, знаете, намекало на то, что данное видео сравнимо с исследованиями хотя бы уровня дипломной работы, промежуточного уровня, даже не максимального. Это просто промежуточный уровень какой-нибудь там, не знаю, студенческий в университете в каком-нибудь, где дебилы учатся умственно отсталые. Чтобы вот такой уровень хотя бы соблюсти, понимаете? Нет, Ян Топлис не хочет такого уровня соблюсти. Кэнни Вест, у меня ссылка на Кэнни Веста, я такой молодец. Нет, это хуйня, это ноль. Шуе ППШ спрашивает, является ли программирование, не является наукой, информатика не является наукой, математика тоже наукой в чистом виде не является, потому что ее невозможно поотвергнуть критериям верификации. То есть ее нельзя фальсифицировать, ее нельзя верифицировать. Математика сама по себе существует. Математика как один из научных методов может восприниматься, но, наверное, не как наука. То есть она ни в коем случае не проходит критерий верификации, к сожалению. Приветствую, Тантал, приветствую. Очень рад вас видеть. Ну, то есть о программировании, информатика, но они из математики следуют. Кстати, Лучик, я бы не сказал, что математика это именно язык. Математика не только язык. Ну да ладно. Точно так же в позднем СССР башню срывало нашим родителям. В конце 80-го... У меня были уроки информатики в школе, да, были, конечно, и в университете были, и у меня везде пятерки были по информатике. Информатика — один из тех предметов, которые я хорошо сдавал. Советского гражданина уже шла кругом. Непонятные войны в Афганистане, митинги, столкновения, чернобыльская авария, сухой закон и в конце дефицит продовольствия, когда просто... Ладно, все, мы закончили смотреть Топлиса. Я лишние две минуты посмотрел, потому что мы рекламу там пропустили. Продолжаем дальше.